всем привет меня зовут лена и в этом видео мы с вами будем шить брюки по нашей новой выкройки это брюки лора ссылку на которую оставлю в описании под этим видео в этом видео брюки буду шить из к кожи на замшевой основе этот материал немного тянется поперек долевой и практически не тянется по долевой другие рекомендуемые материалы вы найдете в описании к выкройке на сайте и сейчас я вам поближе покажу детали которые нужно раскрыть из основного материала передняя часть брюк состоит из двух деталей то есть отдельно выкройки дана правая половинка и левая половинка она отличается гульфиком укрепляем с помощью дублери на место входа в карман гульфик и место под молнию на левой половинке заднюю часть выкраиваем две детали детали должны зеркально отображать друг друга сразу переносим на изнаночную сторону метки под вытачку низ я по линии припуска заутюжила бачок кармана две детали зеркально отражающие друг друга подкладка кармана две детали из подкладочной ткани у меня ткань не в том поэтому я делаю подзор настрачиваю полоску из кожи ширина примерно 3 сантиметра место входа в карман дублиру полоской дублерина откосок одна деталь и и сразу дублирую дублируем дублерином и по линии сгиба можно заутюжить пояс состоит из трех деталей пояс спинки пояс двух передних частей передней части дублируем дубли нам также есть деталь для шлевки при пошиве буду использовать вот такой лосьон для тела также вместо булавок нам понадобятся зажимы и ножницы зигзаг также нам нужен маркер для тканей после того как мы раскроили все детали приступаем к пошиву брюк берем задние половинки и будем застрачивать на них вытачки складываем по линиям вытачку пополам и скалываем зажимами можно сколоть булавками но булавки вкалываем только в саму вытачку так как от булавок на коже могут остаться отверстия которые потом не уберутся поэтому перед тем как шить брюки из кожи сделайте макет чтобы проверить посадку так как на коже корректировки вносить нежелательно далее на переднюю половинку накладываем подкладку кармана детали складываем лицом к лицу и скалываем по входу в карман также используем зажимы и таким же образом прикалываем подкладку кармана на вторую переднюю половинку соединяем детали на швейной машинке стачиваем на швейной машинке вытачку начинаем от верха детали длина стежка три с половиной миллиметра строчим по всей вытачки не доходя до вершины вытачки примерно один сантиметр длину стежка уменьшаем до одного миллиметра и дострачиваем до конца сводя строчку на нет хвостик не обрезаем закрепку не ставим оставляем ниточку завязываем узелок и прячем ее в саму вытачку с помощью иголки возвращаемся к карману передних половинок брюк припуск на подкладке кармана подрезаем с помощью обычных ножниц срезаем примерно половину припуска то же самое делаем и на втором кармане направляем припуск на сторону подкладки и на строчим припуск на швейной машинке я использую лапку с ограничителем чтобы строчка у меня шла в полутора миллиметрах от шва я здесь не использую шагающую лапку потому что к этой машинке у нас шагающей лапки нет я использую крем для рук чтобы лапка не тормозила по коже поэтому если у вас нет шагающей лапки и нет тефлоновой роликовой лапки можно использовать обычную лапку и крем для рук либо лосьон для тела затем остатки крема удаляем отгибаем подкладку кармана формируя перекант в 2 миллиметра вход в карман приутюжим на задних половинках вытачки заутюживаем к центру изделия далее нам нужно соединить подкладку кармана и бачок кармана по закругленному срезу и на этой детали закругленный срез я подрезаю ножницами зигзаг закругленную часть подкладки кармана обметываем на оверлоке накладываю бачок кармана на подкладку кармана таким образом и скалываю по закругленному срезу то же самое делаем со вторым карманом после того как скололи детали стачиваем их на швейной машинке вот что у нас с вами должно получиться далее карман нужно закрепить к самой передней половинки закрепляем зажимами по боковому срезу и по верхнему срезу прокладываем строчки на швейной машинке в пяти миллиметрах от края то же самое делаем со вторым карманом две задние половинки складываем лицом к лицу совмещаем по среднему шву скалываем стачиваем шов сиденья на швейной машине длина стежка три с половиной миллиметра ширина шва 1 сантиметр то есть ширина припуска заложена по выкройке припуск на шов одной детали подрезаем оставляем от шва примерно 5 миллиметров край второго припуска то есть припуска второй детали подрезаем ножницами зигзаг далее припуск на шов нужно настрочить на швейной машинке то есть припуск который мы подрезали ножницами зигзаг направляем на другую сторону то есть на ту сторону где у нас припуск был в два раза срезан и настрачиваем на швейной машине длина стежка 4 миллиметра использую лапку с ограничителем чтобы строчка шла в полутора-двух миллиметрах от шва и также пользуюсь кремом чтобы лапка не тормозила по коже далее нам нужно на передних половинках обработать гульфик и пришить молнию я здесь буду использовать брючную молнию если будете шить брюки из джинс можно использовать молнию для джинс откосок складываем пополам изнанкой внутрь по линии сгиба нужно приутюжить и соединить строчкой на машинке по краю по длинной стороне и по скошенной стороне то есть у нас короткий срез один прямой один скошенный соединяем по скошенному срезу и по длинному срезу подрезаем припуски ножницами зигзаг две передние половинки складываем лицом к лицу совмещая по шву сиденья то есть по короткому переднему шву скалываем зажимами либо булавками напомню скалываем только по припуску с бумажных деталей переносим линии припусков и скалываем от края до вот этого уголочка стачиваем детали на швейной машине стачиваем от края и до уголка длина стежка три с половиной миллиметра в начале и в конце строчки не забывайте ставить закрепки подкладываем под низ молнию таким образом чтобы металлический ограничитель выглядывал от зубчиков молнии до сгиба левой детали брюк оставляем примерно один полтора миллиметра прикалываем молнию булавками булавки втыкаем по той линии где у нас будет проходить строчка на швейной машине приметываем молнию ручными стежками строчку прокладываем там где будем сейчас прокладывать строчку на швейной машине чтобы проколы шли по одной линии и сейчас притачиваем эту сторону молнии на швейной машине используем лапку для притачивания молний длина стежка 4 миллиметра в начале в конце строчки ставим закрепку край гульфика то есть вот эту линию сгиба правой стороны можно оставить так как есть то здесь можно оставить просто сгиб можно сделать от строчку на швейной машине это я сейчас и буду делать то есть по линии сгиба я делаю от строчку в одном в полутора миллиметрах от края левую половинку и молнию аккуратно отодвигаю в сторону чтобы строчка не попала на эти детали после того как край у гульфика отстрочили нам нужно выложить детали таким образом чтобы правая сторона заходила на левую сторону примерно на два два с половиной миллиметра и чтобы шов притачивания молнии к левой стороне не было видно прикалываем поверху булавкой берем лекало для намеловки гульфика и переносим линию для гульфика то есть там где мы будем прокладывать делочную строчку я делаю это маркером для ткани но перед тем как будете делать то же самое проверьте удаляется ли маркер с вашей кожи далее нам нужно закрепить гульфик несколькими булавками для этого я и прокладывала отделочную строчку по краю гульфика чтобы я могла булавки приколоть именно в эту строчку закрепили гульфик далее переворачиваем деталь на изнаночную сторону и закрепляем вторую тесьму молнии к гульфику закрепляем только к самому гульфику несколькими булавками можно приметать ручными стежками и прокладываем строчку на швейной машинке строчку прокладываем близко к зубчикам молнии можно проложить еще одну дополнительную строчку по краю тесьмы до конца далее я прикалываю булавки именно по краю тесьму по линии намеловки там где у нас будет проходить строчка на швейной машине прокладываю строчку на швейной машине использую крем так как строчу по лицевой стороне здесь буду использовать лапку для притачивания молнии чтобы обойти аккуратно металлический ограничитель который стоит снизу молнии строчку начинаю вот таким образом то есть я оставлю закрепку примерно пол сантиметра дострачиваю до начала линии от строчки гульфика поднимаю лапку поворачиваю деталь снова опускаю лапку и продолжаю строчить уже по намелованной линии убираю лапку для притачи для притачивания молнии ставлю обычно универсальную лапку и буду делать вторую параллельную строчку вы можете не отстрачивать второй строчкой то есть по сути наш гульфик уже готов вторую строчку прокладываю в 5 миллиметрах от первой строчки дострачиваем до начала первой строчки и до строчки которые у нас отстрочен край гульфика поворачиваем деталь и продолжаем строчку то есть мы делаем от строчку шва сидения передней части застежка гульфик практически готова осталось пришить откосок с изнаночной стороны переворачиваем деталь изнанкой на себя и прикладываем откосок как показано на экране то есть сторона где у нас срезана зигзагом прикладываем к тесьме молнии прикалываем деталь булавками к тесьме молнии и к припуску далее нам нужно приточать эту деталь на швейной машине откосок по низу нужно закрепить можно это сделать с изнанки и ручными стежками к припуску вольфика можно проложить сначала 2 отделочную строчку а когда будем прокладывать первую у нас вот эта часть закрепится строчкой я же поставлю две закрепки как это делается на джинсах ставлю закрепки на швейной машине сделаю их частым зигзагом длина закрепки примерно 5 миллиметров 3 3 6 6 6 6 7 7 10 22 Вот этот закругленный срез можно аккуратно подрезать ножницами зигзаг. Можно его оставить как есть. Далее складываем лицом к лицу передние половинки и задние половинки, совмещаем их сначала по боковым срезам, скалываем боковые срезы зажимами, при этом совмещаем все мепки. Стачиваем боковые срезы на швейной машине. Припуск задней части срезаем в два раза, оставлять строчки 5 мм. Припуск передней части по краю срезаем ножницами зигзаг, направляем припуск на сторону задней половинки и по задней половинке прокладываем отделочную строчку. Используем лапку с ограничителем, чтобы строчка проходила в полутора-двух миллиметрах от шва. Длина стежка 4 мм. И также используем крем, чтобы лапка лучше скользила по коже. Длина стежка 4 мм. В этом месте на кармане можно поставить небольшую закрепку, сделать строчку на машинке, как мы делали закрепки на гульфике, либо поставить холинитены, как это делается на джинсах. Далее складываем переднюю и заднюю половинки по шаговому шву, складываем детали лицом к лицу, скалываем шаговый шов, затем его стачиваем на швейной машине. Так как припуски шагового шва мы не можем с вами отстрочить, здесь очень аккуратно припуск нужно заутюжить на сторону задней или передней половинки. Край припуска подрезаем ножницами зигзаг. Дальше переходим к поясу. Заднюю часть пояса складываем лицом к лицу с передними частями, скалываем по боковым срезам, стачиваем на швейной машине. Припуски разутюживаем в разные стороны. В поясе задней части у нас будет резинка, ширина резинки 5 см, длина резинки указана на каждом размере, а также в таблице на сайте. Пояс смотрит на нас изнаночной стороной, и нижняя часть – это внутренняя часть пояса, то есть та, которая будет идти к телу. Прикалываем резинку к припускам таким вот образом, на ту часть, которая будет идти внутри. Прикалываем от линии сгиба до края припуска, то есть припуск свободно остается 1 см. И таким вот образом настрачиваем резинку на припуск задней части пояса. Настрачиваем частым зигзагом. Далее нам нужно пояс соединить с верхним срезом. Но перед тем, как прикалывать пояс, внутреннюю часть пояса, то есть край вот этого пояса, подрезаем ножницами зигзаг. Край припуска с одной и с другой стороны высекаем. Складываем верхний срез брюк и пояс лицом к лицу. Прикладываем по срезу брюк ту сторону пояса, где мы припуск не срезали ножницами зигзаг. Скалываем детали зажимами, при этом совмещаем все метки. Перед тем, как стачивать детали на швейной машинке, между поясом и брюками нам нужно выложить шлевки. Берем детали для шлевки, срезаем одну длинную сторону ножницами зигзаг. Край, который не обрезан, подгибаем внутрь. Сверху накладываем край, который мы только что срезали зигзагом. У нас получается шлевка в три сложения. И закрепляем одну сторону строчкой на швейной машине. Я сначала проложила одну прямую строчку, забыв поставить закрепки в тех местах, где будем деталь разрезать на пять шлевок. Поэтому закрепки поставлю сейчас отдельно. Вы можете закрепки поставить сразу. После того, как шлевки готовы, нам их нужно выложить между поясом и верхом брюк. Метки для шлевок есть на выкройке, поэтому не забываем их перенести еще при кроем. Вкладываем шлевки вот таким образом, закрепляем также их зажимами. Вот так. Пока. Продолжение следует... Притачиваем пояс на швейной машине, длина стежка 3,5 мм. В тех местах, где у нас проходят шлевки, можно дополнительно поставить небольшие закрепки. Продолжение следует... Высекаем из припусков все утолщения. Вот таким образом можно высечь одну вытачку и вторую. Также можно высечь припуск на шлевке, чтобы не было большой толщины в этом месте. Так делаем на всех пяти шлевках. Также высекаем припуски на боковых швах. Далее нам нужно обточать короткие стороны на поясе. Для этого складываем пояс пополам, лицом внутрь, вот таким образом. Припуск притачивания пояса при этом у нас направлен на сторону пояса. Край припуска внутренней части пояса подгибаем вот таким образом. То есть выравниваем его со швом стачивания брюк и пояса и прикалываем на уголочек. Обтачиваем короткие стороны пояса на швейной машине. Припуски подрезаем, оставляя строчки примерно 4-5 миллиметров. Уголочки высекаем и выворачиваем пояс на лицевую сторону. Уголки выправляем, складываем пояс пополам по линии сгиба и по этой линии сгиба. Закрепим пояс зажимами. То же самое делаем со второй передней частью пояса. Уголок выворачиваем, выправляем и вот таким вот образом выправляем край пояса. На задней части пояса нужно будет сделать то же самое, но при этом нужно будет равномерно растянуть резинку по поясу. Напоминаю, что у нас припуск притачивания пояса к брюкам заутюжен на сторону пояса. Сверху накрываем внутренней частью пояса, все выправляем и нам нужно с вами все сколоть булавками. Скалываем в шов соединения брюк и пояса, то есть вот в эту канавку, которая у нас образовалась с лицевой стороны. Именно по этой канавке будем прокладывать строчку на швейной машине, таким образом закрепив пояс на внутренней стороне брюк. После того, как я сколола по передним частям булавками, я сметала все ручными стежками, строчку прокладывала все по той же канавке и сколола заднюю часть пояса, резинку при этом равномерно растянув и распределив по задней части пояса. Прежде чем прокладывать строчку по задней части пояса, я сначала проложу строчку по центру задней части пояса, то есть я резинку сейчас закреплю внутри пояса. В начале строчки ставим закрепку, пояс растягиваем и вот таким образом делаем отстрочку ровно по середине пояса. Длина стежка 4 миллиметра. И только теперь можно прокладывать строчку на швейной машинке, чтобы закрепить внутреннюю часть пояса. В начале строчки я здесь закрепку не стала ставить, чтобы ее не было видно. Прокладываю строчку ровно в шов притачивания пояса к брюкам. То есть детали немножко раздвигаем и прокладываем строчку, аккуратно попадая в канавку. На самом деле главное не переборщить с кремом, потому что в некоторых местах у меня прямо крем перекрывал обзор и было немножко сложно прокладывать строчку. Продолжение следует... В конце я также не стала ставить закрепку. Оставляю в начале и в конце строчки хвостики, завязываю узелок и заправляю их внутрь с помощью иголки. Край шлевки подгибаю и притачиваю вот таким вот образом на машинке. Можно сделать это частым зигзагом, можно просто строчкой вперед-назад несколько раз. Лишний хвостик от шлевки внутри подрезаю близко к строчке. Брюки практически готовы. Осталось пробить петлю, установить пуговицу и подогнуть низ брюк. Низ брюк подрезаем ножницами зигзаг. Низ я подогнула и заутюжила еще до пошива. Сейчас мне было бы это сделать сложно, потому что кожа плохо поддается в это. Подклеиваем подгибку на паутинку и прокладываем строчку на швейной машинке. Также на швейной машине выметываем петлю и сейчас нам нужно установить пуговицу. У меня это будет джинсовая пуговица. Выравниваем вот таким образом пояс и ставим метку. Пуговицу ставим в край петли. Вместо джинсовой пуговицы вы можете пришить обычную пуговицу. Также петлю и пуговицы можно заменить на кнопку. Наши брюки из эко-кожи на замшевой основе полностью готовы. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал и забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Также подписывайтесь на наши соцсети, группу ВКонтакте и Телеграм. Всем пока-пока!